Друзья мои, всем привет! Вы на канале Кукс Бразер Хукс Мы рады вас приветствовать Наша банда И делать сегодня будем мы колбасу Колбасу куриную В бутылочке пластмассовой Мы ее сделаем по цвету, чуть розовую Подгоним, сделаем краску из свеклы Можно как бы химией сделать это все Но мы натуральный краситель сделаем Опять же будут у нас корень Корень сельдерея, морковка присутствует Лук репчатый Корешки, петрушки, укропа Стебли, точнее Соль, желатин Либо агар-агар Что вы используете Оливки зеленые Можно маслины добавить, но оливки Более сексуально смотрятся Очень вкусные, кстати Также будет перец присутствовать Можно молотый Мы будем дробленый использовать Чили тоже Чуть-чуть добавим молотый И для бульона тоже возьмем Перец горошек Душистый, лаврушка Как бы куда без этого Мы уже поставили курицу Вариться Видите, она парит Потому что у нас еще прохладное помещение Просто взяли большую кастрюлю Вот у нас две курочки Здесь варятся Не домашние Купили в магазине Сейчас поставим краску Краску мы будем использовать Холодную мы тоже сделаем заранее Сварим Ссылочка есть в описании Как мы варили эту краску Но мы также для борща Мы делали Примерно год назад Если кто ленится посмотреть Как мы готовили борщ Еще раз покажем Как мы делаем Просто из целой свеклы Мы тогда делали из очисток Сейчас делаем из свеклы Вода Свекла Уксус Все Для краски больше ничего не надо Поставим В нашу воду Четверочка Можете мелко нарубить Можете крупная Нам это не нужно потом Просто нарубим сейчас И положим нашу воду Бульон закипит Мы добавим все корешки Добавим чуть соли И будем варить часа 2-3 До отслоения Должен тут получиться такой эффект Что мясо должно быть хорошо отславится Все Ребят начинает закипать Бульешка немножко Курочка уже Пенка появляется Корень мы не будем обжаривать Если вы хотите более Золотой бульон Такой сделать Более такой красивый Можно обжарить Лук-морковку Все Вот эти все корешки Но мы не будем делать Так что кидаем на 6 Крупа петрушки Лучок Головку большую Если вам как бы не нравится лук Можете меньше кинуть Вот 3 морковки мы взяли Тоже закидываем И сельдерей-корень Чуть обрезок тоже туда кидаем И так же кидаем Лаврушку и перцы разные Лушистые и черные Все сейчас закипает У нас в процессе Мы сейчас снимаем пенку И у нас уже краска Тоже закипает Ее можно уже в принципе Выключить Потому что у нас не газовая плита А конфорка И она как бы дойдет Она сейчас выварится Мы ее помешаем Свекла Она даст чуть красочки Вот мы ее как раз и добавим Видите слабенькая еще Если хотите сильной краски добиться Побольше очисток Добавьте свекольных И уксуса Можно эссенции Даже капельку капнуть Она лучше будет отделяться Но она еще настоится Даст цвет Нам надо буквально Несколько ложек Это мы так просто Показать вам Как все варится Как в процессе Это делается Так что Комфорку выключили И все Она еще будет остывать Нам нужна холодная Одна краска Такой процесс Готовки Краски Мы варим мульон Наш куриный Вкусный Запах Обалденный Вот уже На протяжении Двух Двух с половиной часов Он у нас На медленном Медленном огне Подкипает Такой красивый Пленочка сверху Мы естественно Добавили воды Чтобы он осветлился Холодный Когда он закипел Сняли пенку Ничего не солили Ничего Только добавили к арене Лук-морковку Все видели на видео И так же у нас варилось Все у нас хорошо проварилось У нас курица мягкая Вот отделяется Спокойно Смотрите Смотрите Вот она Смотрите Все разваливается Достаточно Ее уже варить Мы его выключаем Сейчас Процеживаем Корешки падают Наши Курочка Бульон не так много Получилось Но курица у нас две Кастрюля большая Оп Упала Как всегда Смотрите Все развалено Все хорошо Вываливаем в тазик Бульон у нас сказочный Чуть-чуть лаврушечка убежала Но это нормально Все сейчас чуть-чуть остынет У нас Чтобы удобно было перебирать Сейчас горячее просто неудобно И все Курица немножко подостыла Будем ее отделять уже От костей от наших Вот все прожилки Все это все добавляем туда Косточки Кошки съедят Ктапсы наши Как бы жилки такие Сильно не добавляете Вот прям Ну постное мясо Ну кожу естественно тоже Естественно вот корень Вот эту морковку Все тоже добавляем Лучок Вот у нас Все туда идет Сельдерей Петрушечку можно положить Курица конечно не совсем остыла Но подостыла Постепенно ее сейчас все Переберем Ну вот смотрите У нас получилось Такое количество Тут примерно 5 литров Майонезное ведро Из-под майонеза Бывшее 5 литров 2,5 килограмма Тут наверное точно есть Ну как бы по массе По объему Ну вот ребята У нас бульончик подостыл Мясо мы перебрали И теперь желатин Тут примерно грамм 30 И бульон наш Тоже примерно 300 миллилитров И по чуть-чуть мы добавляем В этот бульон желатин И чуть-чуть помешиваем Можете это венчиком сделать У кого что есть Ну ложечкой можно Не страшно Получается просто разводить Желатин в бульоне Ну в воде Что у вас есть Бульон вкуснее Напомню что мы ничего не солили Когда варили бульон И сейчас соль пока еще не добавляли Аккуратненько Спешить в этой ситуации не надо Все аккуратно размешивайте Здесь спешка точно не нужна Вот и мы добавляем Наши специи Соль Ну у нас тут такая вот Вкусная соль Ну я добавлю парочку Прям вот с горочкой Даже ну полторы Короче две без горочки Чайные ложки Потом попробуем Борщить не будем Также добавим Если у кого-то есть Молотый перец Черный Просто молотый У нас Такой вот прекрасный Перчик Вот перчик такой Это Четыре вида перца Дробленых Я добавлю Почти без горочки Целую чайную ложку Добавим Чили перца Сухого Вот такой он Выглядит вот так Ну буквально вот Одну четвертую часть чайной ложки Мы добавляем краску Сделали краску обычную На свекле Хорошая Добавим Сейчас Две столовые ложки без горки Для цвета Если быть мало Мы еще добавим Как бы из-за этого Мы сделали много Наш бульон Желатин Все добавили Начинаем бландеровать Что у нас сейчас получится Увидим Вот смотрите Мы бландеруем И получается У нас что Очень густа В таких ситуациях Лучше рекомендуется Еще добавить Водички Бульончик В нашей ситуации Добавляем еще Где-то 100-150 миллилитров И уже смотрите Легче все Бландеруется Решили еще Водички подлить Еще полтинничек Примерно Вот ну все Ребят смотрите У нас получилось Отличное пюре Такое Куриное Вот запах Ну приятный такой Сейчас мы добавим Немножко еще Красителя Потому что Оно светлое Сразу попробуем На соль Да Соль я тоже добавил бы Маловато Мы еще с горкой Добавляем Полторы Ложки соли Она не острая Чили добавим Немножко Столько же И краску Вот и краски Добавим еще Раз Два Три Все Все у нас Приготовилось А соль нормально Такая солененькая Хватит достаточно Кто хочет подсолит Потом Аккуратно Не спешим И добавляем Наши Оливки Раз Два Три Давайте Четыре Что вкуснее было Чужих Четыре И продолжаем Наполнять дальше Опять Четыре Оливочки Как настройки Чувствуюсь Ну вот смотрите Друзья мои Получилось Вот Такая тепленькая Масса у нас Для кого-то Что-то Что-то напоминает Это Ну в принципе Нормально Все так делают Ветчину Или подобные Рулеты И сейчас Мы накрываем Фольгой Это все Вот у нас Тут еще осталось На бутылочку Сейчас пойдем Еще одну бутылочку Возьмем И Вот Накрываем фольгой Плотненько Достаточно Сильнее нажимайте Чтобы не заветрилось И уберем Это сейчас все В холодильник На ночь Будет настоять И увидим Что получится Уже завтра У нас прошла ночь Будем пробовать Что у нас получилось Наша колбаса В бутылке Достали ее Из холодильника Напомню Она была В обычном холодильнике Мы ее прикрыли Фольгой Чтобы она Не заветрилась И сейчас будем Ее доставать Сейчас надрежем Вот Ну в принципе Нормально Вроде Не вываливается Самое главное Вот Ну часть Такую Вот снимаем Вот И сейчас Отрежем Что у нас Получится Ну нежная Прям такая Как паштетик Больше похоже на паштет Такая нежная Колбаса Паштетная Есть такая Колбаска Интересно Получается Попробуем С хлебушком Вот Возьмем С маслинкой Видите Паштетная Колбаска Кто любит Такую Понравится Ну просто Паштетик Нежный В принципе Колбасой Ее можно назвать Сложной Может она еще Больше постоит Еще лучше будет Так что Если вам Понравился Этот рецепт Можете попробовать Потом написать В комментариях Что у вас получилось Всем приятного аппетита Сегодня был Димас И вся банда Хукс Бразер Хукс Увидимся Пока Пока